Добрый день, дорогие друзья! Мы рады нашей сегодняшней встрече, и я с большим удовольствием представлю Государственный русский музей в павильоне ПАО «Газпром» на выставке ВДНХ. ПАО «Газпром» и русский музей связывает многолетнее творческое содружество, и благодаря именно этому содружеству у нас есть возможность приводить в экспозиционный вид произведения, которые достаточно долго экспонируются, но, тем не менее, на них появляются следы времени, и они, конечно, нуждаются в реставрационном вмешательстве. ПАО «Газпром» и русский музей сотрудничают с 2019 года, и мы с большим удовольствием сотрудничаем и имеем возможность заниматься очень серьезными проектами. За это время было проведено три реставрационных проекта, три больших ключевых картины для русского искусства и для экспозиции русского музея. Они были отреставрированы, приведены в первоначальный вид, восстановлена авторская задумка. У нас большой опыт поддержания и воссоздания в реставрационном смысле произведений, и мы не забываем всегда напоминать, что коллекция русского музея – это крупнейшая коллекция национального искусства в мире, и мы должны не только приумножать и сохранять, но должны и восстанавливать эти произведения. И в сегодняшней нашей лекции, в сегодняшней нашей программе мы расскажем и покажем некоторые секреты, скрытые от глаз обычных посетителей, потому что на экспозиции обычно все смотрят, обращают внимание на сюжет, на колористическое решение, на эмоциональный отзыв, картины, произведения искусства. И в такие моменты мало кто обращает внимание на то, что произведение уже имеет некие следы бытования, и только опытным глазам реставраторов и исследователей это открывается. И вот сегодня мы вам дадим возможность посмотреть на произведения искусства глазами именно профессионалов, реставраторов и экспертов. Одним из первых проектов реставрационных было восстановление картины Нестерова «Святая Русь». Это произведение ключевое не только для действительно русской живописи, а для мирового искусства. Это один из важнейших элементов нашей экспозиции. И очень популярное произведение. Оно достаточно долго находилось в выставочном арсенале. Создано произведение в 1905 году. В русский музей оно поступило в 1921 году и находилось на экспозиции до 1950-х годов. Затем оно было отправлено на хранение в фондах хранилища, и, собственно говоря, там находилось долгое время. В 1980-х годах это произведение было выставлено уже на экспозицию постоянную в русском музее и находилось там до 2019 года. За это время, как вы понимаете, на произведение оказывали влияние внешние факторы и происходили внутренние процессы. Внешние факторы – это климат, это климатическое условие, это один из, так скажем, внешних воздействий на произведение, которое очень серьезно влияет на состояние сохранности. То есть это и температурно-влажностный режим, перепады влажности сезонные, и при посещении большим количеством людей экспозиционных залов, и, конечно же, внутренние процессы, то, о чем знают и наблюдают только профессионалы. И хочу вам напомнить, что произведение имеет технику. Вот в данном случае техника называется холст масла. То есть на холсте достаточно серьезная нагрузка. И вот благодаря тому, что мастера, которые создают свои шедевры, хорошо соблюдают технологию их создания, как бы удивительно это ни звучало сегодня, эти произведения имеют более продолженную жизнь. Если авторы отходят от технологии создания произведений, то вот тут могут возникать внутренние процессы, о которых мы сегодня вам расскажем. Художник создает какое-то время. Святая Русь создавалась на протяжении шести лет. Автор возвращался к написанию этой картины. Несколько раз он переписывал персонажей, он менял позицию пейзажа. И когда он делал эти переписки, это такой небольшой отступ в технологию, он не делал межслойную обработку, которая должна быть обязательно. И в таких ситуациях возникает пересыхание красочного слоя, и эти слои начинают друг от друга отслаиваться. Обычному взгляду это не видно. И вот когда мы смотрим с вами на эту фотографию, то мы с вами не обращаем внимания. Кажется, что она прекрасная в сохранности, и никаких процессов там не происходит. Но если мы посмотрим на специальную предреставрационную съемку в косом свете, то мы с вами увидим уже очень серьезные изменения красочного слоя, на которые мы не обращаем внимания, но которые имеют очень серьезную тенденцию к отслоению и к возникновению утрат красочного слоя. Нам необходимо в этой ситуации смотреть на то, насколько серьезно происходят эти отслоения. И вот при макросъемках мы с вами уже видим, что возникают серьезные участки с приподнятыми чешуйками красочного слоя, и даже возникают утраты. Этого допускать мы на самом деле не должны. Если это происходит, то мы должны это тут же останавливать, для того чтобы этот процесс не шел ни в коем случае дальше. Потому что таким образом мы можем потерять вот такой вот шедевр, замечательный памятник. Для того, чтобы еще внимательнее понять, что происходит дальше, вот на этих макроснимках как раз именно для вас мы можем продемонстрировать, какие серьезные процессы. Может быть, они и очень маленькие, незаметные взгляду, в прямом свете, при просто осмотре. Но, тем не менее, реставратор всегда обязательно осматривает произведение с точки зрения его сохранности. И вот такие вот серьезные, небольшие утраты, они возникли на этом произведении, и мы должны решать задачу, как решить эту проблему. Вот так вот выглядит участок с авторской подписью. И здесь вы видите желтые небольшие, так скажем, участки, которые не соответствуют авторской живописи. Это, на самом деле, небольшие профилактические заклейки, которые делали предыдущие реставраторы. Для того, чтобы сохранить те самые места, на которых возникают сколы, и на которых возникают приподнятости красочного слоя. И мы с вами видим, что со временем они уже изменились в цвете, и пожелтели, и покоричневели. Это один из признаков того, что необходимо заниматься серьезной реставрацией. Потому что, как уже тут видно, что картину не один раз пытались реставрировать и приводить в порядок реставраторы предыдущих поколений, для того, чтобы сохранить живопись целостности. Но, тем не менее, со временем эти профилактические заклейки, которые ставят предыдущие реставраторы на осетровый клей, они темнеют, и клей карамелизируется, и опять же перестает нести ту самую нагрузку, ради чего, собственно говоря, были сделаны эти профзаклейки. И вот на этих фотографиях вы видите, что проводятся не только реставрационные осмотры, но и исследования произведений. В данном случае, вот здесь, на таком зеленом фрагменте, мы с вами видим вот те самые профилактические заклейки, которые не видны обычным глазом для посетителей, а тем не менее они присутствуют для того, чтобы красочный слой сохранялся и не осыпался. Таким образом выглядит тыльная сторона. Я немножечко отвлекусь от реставрации и расскажу, почему у нас такие подробные фотографии, потому что в каждом музее в процессе реставрационном обязательно присутствует момент фотофиксации и составления паспорта, потому что каждый реставрационный проект, каждая реставрация – это обязательно составление документации. И эта документация ведется очень подробно для того, чтобы мы могли каждое свое действие зафиксировать, потому что мы должны вести действительно такую аргументированную реставрацию. И в процессе вот этих вот реставрационных исследований возникают разные ситуации, когда мы должны представить, должны принять решение, должны отработать методику, должны понимать, каким образом мы должны работать с этим произведением дальше. И вот такие подробные фотографии представляем и вам. И это на самом деле уникальная возможность просто посмотреть на то, как работает музей, когда ведется реставрационный процесс, а не в том самом состоянии, когда картина находится на экспозиции. Вот таким вот образом выглядит состояние кромок и состояние подрамника. То есть здесь мы с вами можем видеть, что на подрамничке, на старом, картина уже не один раз перетягивалась, она была расклинена, подрамник был расклинен, и поэтому кромочки пришли в ветхость. Предыдущие реставраторы эти кромки дублировали, то есть приклеивали ленты из холста для того, чтобы укрепить эти кромки. И тут мы тоже с вами видим, что кромочки очень деформированы, и видны старые следы клея, который потемнел и карамелизировался, и утратил свою связующую функцию, свою задачу. И прежде чем начать реставрационный процесс, то есть прежде чем снимать картину с подрамника, прежде чем укладывать ее на стол и укреплять красочный слой, реставраторы в этом проекте вынуждены были сначала обработать лицевую сторону, то есть удалить вот те самые старые профилактические заклейки, которые укрепляли особо опасные участки красочного слоя. Вот таким вот образом подводилась жидкость для того, чтобы аккуратно можно было отслоить бумагу от поверхности красочного слоя. Вот таким образом выглядят кромки старые авторского холста, уже перегоревшие, со следами нескольких клеев, и вы видите, что они очень ветхие и утраченные. После того, как тыльная сторона была приведена в порядок и кромки были укреплены, картина была натянута на рабочий подрамник для того, чтобы исправить деформацию, и проводилось укрепление красочного слоя. И вот здесь вы видите, как художник-реставратор Наталья Романова и Марат Дашкин проводят укрепление красочного слоя на столе осетровым клеем с проглаживанием и с отпрессовкой. Это все проводится для того, чтобы осетровый клей проникал в глубину красочного слоя и восстанавливал связь между красочным слоем, грунтом и холстом. После укрепления лицевой стороны проводится укрепление и очистка тыльной стороны. Здесь вы видите на этих фотографиях, что тыльная сторона имела очень большое количество прорывов, разрывов, что свидетельствует о достаточно активной жизни произведения искусства. И следы бытования также отражаются на полевых загрязнениях, то есть удаляются в процессе реставрации все поздние слои, которые появляются в процессе жизни картины. Если на верхней фотографии мы видим с вами холст до реставрации, то есть в процессе даже реставрации, в процессе очистки от загрязнений, то на нижней фотографии виден уже холст, приведенный в порядок, заделаны все прорывы современными методами и без заплаток, и холст очищен и укреплен с тыльной стороны. Несколько фрагментов я вам покажу после того, как заканчивается техническая реставрация, то есть с лицевой стороны укреплен красочный слой, укреплена тыльная сторона, после этого начинается работа с лицевой стороной и с верхними лаковыми слоями, которые вбирают в себя и загрязнения, попадающие из воздуха на поверхность картины. И здесь мы с вами видим небольшие участки. На первой фотографии это в процессе расчистки в районе подписи на картине, и здесь уже заметна разница между авторской живописью и той живописью, которая была под лаковым слоем, который со временем темнеет и загрязняется. Вот еще небольшая отсылочка к расчисткам. На фотографии с пробной расчисткой, с синичкой видна очень сильная разница между авторским слоем до реставрации, до расчистки и после. И после реставрации обычно остается контрольный участок расчистки, по которому мы можем судить о том, какая поверхность была до реставрации и какая после. Еще один такой же фрагментик, до и после реставрации. На фрагменте до реставрации вы видите и небольшие утраты, и разрывы красочного слоя, и пожелтевшие, изменившиеся в цвете профзаклеечки. А на фотографии после реставрации вы уже этого ничего не видите. То есть восстановлен красочный слой авторский полностью и целиком, и не мешает ничто нам увидеть, как эту картину задумал автор. И все его творческие задумки реализовал в процессе создания. И еще несколько фрагментов я вам покажу. До реставрации и после реставрации на верхних снимках виден красочный слой с приподнятыми изломами, он на самом деле немножечко рвет изображение, эти красочные изломы, и получается не картина, а почти мозаика. А на нижней фотографии очень хорошо видно, как восстановился цвет и даже прозрачность одежд, и насколько меняется колорит картины, и как замечательно смотрится это произведение после реставрации. Тыльная сторона после реставрации тоже была абсолютно приведена в полный порядок. Заменен старый подрамник, изготовлен новый подрамник. И это очень важная часть произведения, потому что именно от состояния подрамника зависит состояние спокойствия этого произведения, стабильности произведения, стабильности холста и, соответственно, самого шедевра. Вот так вот выглядела лицевая сторона до реставрации, то есть общий вид этой картины. И вот так вот выглядит произведение после реставрации, то есть мы видим с вами и прозрачность воздуха, и красоту одежд, и можно разглядеть все подробности, которым автор придавал большое значение, и восстановлена авторская задумка целиком и полностью. И после такого замечательного процесса реставрационного была проведена выставка одной картины, где можно было не только полюбоваться самим произведением, но и ознакомиться с реставрационными и исследовательскими документами, которые были представлены, и узнать чуть больше, нежели просто посетителей, нежели просто интересующийся человек, но уже и проникнуть в некоторые секреты этой картины. Следующий проект, который был осуществлен ПАО «Газпром» и «Русским музеем», это реставрация такого масштабного произведения, как «Петр I. Прекрасные горки, зажигающие костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим», известнейшего российского художника Айвазовского. Картина была очень популярна в выставочном процессе, и она достаточно активно ходила на выставки. А такие масштабные произведения, когда их транспортируют, они все-таки терпят какие-то воздействия, опять же, не только уже воздуха и влажности, но и какие-то физические воздействия. То есть при перевозке картины снимаются с подрамника, накатываются на вал, потом снимаются с вала, натягиваются опять на подрамник. Это все достаточно травматические мероприятия, даже несмотря на то, что это все очень четко, тщательно и аккуратно отслеживается реставраторами и другими службами музея. И вот настал такой момент, замечательный юбилей Петра I в 2022 году, 350 лет. И к этой масштабной выставке, которая готовилась в Русском музее, ей было решено отреставрировать это произведение, привести его в экспозиционный вид, просмотреть, опять же, изучить все процессы, которые там происходят, и некоторые процессы остановить. Вот так вот выглядела лицевая сторона до реставрации. И даже невооруженным глазом без лупы и без микроскопа видно, что она немножечко неровная по цветовому решению, то есть где-то она желтее, где-то она синее, так скажем, проглядывается авторский колорит. Таким выглядит лаковый слой после нескольких лет бытования картины. Как мы уже знаем, лак темнеет со временем и вбирает в себя полевые загрязнения и остальные. И лаковый слой поновляется периодически, поэтому там возникает уже такая многослойная разновременная поверхность. Тыльная сторона здесь достаточно тоже. То есть холст, тот самый холст, который держит все произведение, он тоже ослаблен и имеет несколько прорывов, разрывов. И видно, что подрамник уже расклинен очень сильно. То есть деформации основы пытались устранить вот таким вот путем. Вот как выглядела тыльная сторона более подробно. Здесь же мы видим и кромки ветхие, которые плохо закреплены. Мы видим прорывы, разрывы и видим, насколько расклинен подрамник. То есть там несколько сантиметров уже увеличен размер картины для того, чтобы деформации холста не влияли на состояние сохранности произведения. И здесь также мы видим темные линии на холсте. Это проступившие следы реставрационных мероприятий, которые проводились предыдущими реставраторами. Это воздействие таких компонентов, как эмульсия при расчистке, как клей при укреплении. И это все, конечно, свидетельствовало о том, что холст находится в достаточно сложном, тяжелом состоянии. Его нужно укреплять. И укреплять его нужно дополнительно. То есть к вот этой основе, которая уже ослабла, необходимо было приклеить, если говорить обычным языком. А на профессиональном языке это называется дублировать основу. То есть к авторскому холсту приклеить дублировочный дополнительный холст. На лицевой стороне тоже видны деформации. Вот в тех самых углах, которые были расклинены, они возникают от плохой натяжки, от плохого крепления на подрамнике. И в процессе реставрации это все снимается и убирается. Для того, чтобы произведение можно было снять с подрамника, не травмируя его, в этом проекте было сделано укрепление красочного слоя осетровым клеем на подрамнике. Для того, чтобы избежать травматизма, утрат поверхности красочного слоя. После снятия картины с подрамника можно было посмотреть, насколько кромки целостны, и насколько нужно заниматься очисткой, и действительно нужно ли дублировать произведение. После того, как поработали с кромочками, реставраторы приступили к заделке прорывов методами, которые используются в современной реставрации. И здесь для нас открылись некоторые интересные моменты. Например, буковка К, которая была нанесена на холст с тыльной стороны. Эта же буковка К обнаружена была и на подрамнике. И, возможно, это свидетельство того, что таким образом художник Айвазовский как бы соотнесся с покровителем своего творчества. Айвазовский был художником военно-морского флота официальным, и его поддерживал и покровительствовал ему великий князь Константин Романов. И, собственно говоря, возможно, что таким образом это сотрудничество было зафиксировано на этом произведении. Вот таким образом выглядит тыльная сторона. После того, как ее почистили, после того, как ее растянули на крафтовых полях, это еще один небольшой секрет реставрационный, крафтовая бумага используется для того, чтобы произведение растянуть максимально мягко, но и максимально сильно, не травмируя, и устраняя деформации плавно. Когда крафт намокает, это секрет такой есть у этой бумаги, он увеличивается в размерах. Когда он высыхает, он восстанавливается в своих размерах, и таким образом тянет за собой холст и устраняет деформации. А сама крафтовая бумага приклеивается к жесткой ровной поверхности для того, чтобы холст мог лежать и выравниваться постепенно, плавно и долго, и запоминать вот это ровное состояние на долгие годы вперед. После растяжки, после удаления загрязнений, после перезаделки прорывов проводится укрепление тыльной стороны и подготовка тыльной стороны к дублированию, то есть к приклеиванию нового холста. И вот на одной фотографии вы видите, как Марат Равильевич этот холст укрепляет, а на второй фотографии вы видите большой холст, дублировочный холст, который подготавливается для процесса дублирования. Он тоже проклеивается осетровым клеем не один раз в несколько слоев для укрепления холста как основы произведения. И вот таким вот образом выглядит процесс подготовки к дублированию. Авторский холст лежит лицевой стороной вниз, верхняя сторона обработана, дублировочный холст тоже подготовлен, один холст накладывается на другой одномоментно, приглаживается очень жесткими реберами, и после этого прессуется, и некоторое время остается в стабильном состоянии. Таким образом мы укрепляем авторский холст, мы укрепляем авторскую основу, сохраняя авторскую основу, но позволяя в дальнейшем этому произведению переносить все транспортировки и все выставочные проекты в стабильном состоянии. После того, как была дублирована картина, она переворачивается на лицевую сторону, и здесь уже начинается работа по укреплению и заделке утрат красочного слоя. Здесь их было немного на этой картине, но тем не менее нужно было поработать с ними очень серьезно. И вот здесь вступает в работу, в сотрудничество с реставраторами, технологи, которые исследуют красочный слой, пигменты и позволяют реставраторам подобрать краски для восстановления авторской живописи, для тонирования авторской живописи, максимально приближенные к тем, которыми пользовались авторы во время создания произведения. На этой фотографии представлен еще один процесс, который называется глубинная регенерация лака. Когда произведение обрабатывается эмульсиями, обрабатывается водой при смытии профилактических заклеек, лаковый слой немножечко сжухнет и становится не прозрачным, а матовым. А для того, чтобы восстановить прозрачность лакового слоя, существует метод Петенкофера, который позволяет с помощью паров спирта размолодить старый лаковый слой и восстановить вот такую прозрачность. Здесь мы с вами видим, как на самом деле это хорошо работает. После того, как была восстановлена прозрачность лакового слоя по всей поверхности, реставраторы приступают к очень серьезному процессу. Это утончение лаковых слоев, так скажем, потому что реставраторы никогда не удаляют лаковый слой. Они работают с теми слоями, которые возникли позже нанесения автором завершающего авторского лакового слоя. И вот здесь очень важно сохранить этот тончайший слой авторского лака и убрать как раз эти пожелтевшие слои, искажающие авторский колорит. Делается для начала пробная расчистка на определенном участке. И вот здесь вы уже можете видеть, как начался процесс и как стало понятно, что авторский колорит будет заметно отличаться от того, который мы видели до реставрации. Вот так выглядит этот участок уже ближе. То есть мы видим с вами, насколько пожелтел авторский лак и насколько прозрачен и нежен авторский колорит. После утончения лаковой пленки открывается не только авторский колорит, но и некоторые утраты, и следы предыдущих реставраций, с которыми мы сталкиваемся практически всегда. И если сейчас у нас есть отработанные методики, есть профессиональные стандарты, по которым мы ни в коем случае не должны искажать авторский слой, и поэтому все, что мы делаем, это мы сохраняем максимально авторский колорит, а если возникают утраты, то мы работаем только в границах этих утрат. Предыдущие реставраторы, старые реставрационные процессы, они позволяли, допускали некоторую запись, то есть изменение авторского колорита. Сейчас это ни в коем случае не допускается. И вот на этих фотографиях мы с вами видим, насколько отличается реставрационная тонировка, точнее это даже запись, от авторского слоя, от авторского колорита. Современные реставраторы работали с этими тонировками, они их удаляют, утончают и переделывают. Вот так вот выглядит картина в ультрафиолете, в ультрафиолетовых лучах. То есть мы очень четко видим, что здесь лаковая пленка в ультрафиолете, она уже имеет немножечко зеленоватый оттенок, и мы видим, что картина покрыта достаточно толстым, плотным слоем лака, вот это свечение зеленоватое, видно, что оно покрывает всю поверхность целиком. Но также мы видим на некоторых участках более темные изображения. Это вот те самые старые тонировки и старые записи, которые на поверхности картины под лаковым слоем не видны в видимом свете. Но об этом вам расскажут немного позже мои коллеги из отдела технологических исследований более подробно, а еще чуть попозже, если вы придете на мастер-класс, они вам это все и покажут. Но сегодня мы как раз имеем возможность работать с произведением не только в видимом свете и полагаться не только на свои глаза, но и на технику, более точную технику, которая позволяет нам определять глубину и масштабность реставрационного вмешательства в это произведение. И вот после всех исследований, после утверждения методик, реставраторы приступают к расчистке лакового слоя по всей поверхности. И здесь вы как раз видите состояние произведения после утоньшения лакового слоя. И вот тот самый участок, контролечка небольшая оставлена для того, чтобы мы с вами могли увидеть, насколько поменялся колорит этой картины. И открылись утраты красочного слоя, которые реставраторы уже мастикуют в пределах утрат, не заходя на авторскую живопись. Вот так вот выглядят фрагменты произведения в процессе реставрации и после реставрации. Конечно, заметно, какая разница. Таким вот образом проходят реставрационные процессы. Это уже живописное восстановление красочного слоя, тонирование утрат и покрытие финальным защитным реставрационным слоем лака. Еще несколько фрагментов вам для того, чтобы вы еще раз убедились в том, что утоньшать лаковый слой на произведениях необходимо. Действительно, для того, чтобы восстановить авторскую живопись и авторский колорит. И открылся весь талант художника, который несет нам ту эмоцию, которую мы подхватываем и благодаря которой мы можем наслаждаться тем или иным произведением. И вот так вот произведение выглядит сейчас после реставрационного процесса. И интересный момент, о котором, может быть, более подробно расскажут коллеги. Но я тоже очень хочу упомянуть, что выяснилось, что при написании этой картины Айвазовский не использовал синие пигменты, пигменты синего цвета. А он использовал только сажу и белила. В смеси эти два пигмента дают очень красивый яркий синий цвет. Ярко-синий-серый цвет, который вы видите вот здесь, и который просто создает необыкновенную легкость и свечение на произведение. И мы можем с вами насладиться великолепием этого произведения искусства. Вот для сравнения, как произведение выглядело до реставрации и после. Еще один проект, который, благодаря сотрудничеству «Газпром» и «Русского музея», недавняя реставрация была проведена на картине Маковского «Народное гуляние во время масленицы» на Адмиралтейской площади. Картина много лет находилась на экспозиции «Русского музея», была в очень хорошем, стабильном состоянии. Но, как мы уже теперь знаем, любое произведение вбирает в себя все влияние времени. То есть картина тоже стареет со временем и тоже приобретает некоторые заболевания, так скажем. И эти заболевания иногда не видны глазом, но, тем не менее, как и на лице человека, возникают мелкие морщинки, которые имеют тенденцию к увеличению. И на этой картине была точно такая же история. При осмотре реставраторами стало понятно, что настал тот самый момент, когда картину необходимо перевести на амбулаторное лечение. То есть нужно было ее забирать в реставрацию и приводить в стабильное состояние. Вот так вот это произведение выглядело до реставрации. Ваш опытный взгляд уже видит, что поверхность покрыта слегка потемневшим в некоторых местах, чуть более потемневшим лаковым слоем, что скрывает авторский колорит. И, конечно, нашей задачей было не только сохранение технического состояния сохранности, но и открытие авторского колорита, восстановление авторского колорита. Традиционно показываю вам тыльную сторону и видно, что подрамничек тоже старый. Он укреплен. Несколько раз реставрировался сам подрамник. Потом большая заплата видна на тыльной стороне на месте прорыва. На лицевой стороне эта заплата дает большую деформацию, которую мы видим на фотографии. И эта деформация, конечно, требует устранения. И на другой фотографии мы видим изломы красочного слоя, которые появляются в процессе высыхания холста и высыхания связующего между красочным слоем, грунтом и холстом. Вот таким вот образом проводилось укрепление красочного слоя. Вы уже знаете, что это делается на осетровый клей. Обязательно необходимо проклейка, промывка поверхности, отпрессовка поверхности, устранение деформации холста для того, чтобы в дальнейшем произведение радовало нас еще не одно, не то что десятилетие, а даже столетие. Тыльная сторона тоже приводилась в порядок. Кромки, мы с вами видим, тоже деформированы, в некоторых случаях утрачены. Загрязнение на тыльной стороне, влияние предыдущих реставраций на тыльной стороне тоже видно. И вот на лицевой стороне след прорыва. То есть это уже в процессе работы на прорыве с тыльной стороны была убрана заплата, а с лицевой стороны убирается предыдущий грунт и предыдущий красочный слой, которым затонировали этот прорыв. В процессе работы перезаделка была сделана очень тщательно, очень тонко. Была загрунтована в высоту авторского красочного слоя для того, чтобы не было видно перепадов. Пробные расчистки лака были сделаны, конечно же. И опять же открывается большая разница между состоянием картины под лаковыми слоями и состоянием картины в процессе расчистки. То есть мы с вами видим, что необходимо все-таки утоньшать этот лаковый слой и удалять полевые загрязнения. После технической реставрации проводятся обязательные пробные расчистки. И вот с правой стороны от меня вы видите на кромке уже проведены расчистки лака и открывается авторский колорит, к которому мы стремимся в своей работе. И вот еще несколько фотографий с перезаделанным прорывом, с работой по утоншению лака и контроль утоншения лака в ультрафиолетовых лучах. И мы видим, что действительно лаковый слой удаляется, утоньшается очень тонко, очень равномерно. Это все отслеживается для того, чтобы мы в процессе работы не затронули красочный слой, то есть не удалили авторский слой ни в коем случае, а только добрались до того самого авторского лакового слоя, который предохраняет красочный слой. В процессе работы заделка прорыва и утоншение лакового слоя. Лицевая сторона после удаления записи и после утоншения желтого лака с незаделанным прорывом. Внизу оставлен небольшой участочек, контрольный для того, чтобы мы могли сориентироваться, какой была поверхность до реставрации. для сравнения фрагменты до и после реставрации. Мы уже не видим ни одной деформации на прорыве, след от прорыва уже просто даже не читается. Лаковый слой утоньшен, и картина открыла некоторые секреты в процессе реставрации. Стало видно, что художник работал над композицией очень долго и тщательно, и несколько раз ее переделывал. То есть он уже в процессе создания произведения изменял композицию. И вот на этом фрагменте видно, что снимки в инфракрасном свете один из ярких участков переписки. Это два вот таких персонажа, которые на картине практически не видны в прямом свете, но тем не менее они являются свидетелями творческого процесса автора, когда он работал над картиной. Фигуры были изначально задуманы автором для каких-то решений композиционных, но тем не менее эти решения его не устроили, и он их записал. И таким образом мы можем немножечко судить о процессе творческом художника. Вот так вот выглядела картина до реставрации. И после реставрации замечательный авторский кололит открылся, и была проведена прекрасная выставка после реставрации, которой я представила еще один реставрационный проект ПАО «Газпром» и «Русского музея». Небольшие фрагменты рабочие монтажа, картины в раму. Рама тоже была в процессе этого проекта отреставрирована. И здесь как раз представлена общая работа службы реставрации Государственного русского музея. Монтаж картины на экспозиции. И вот эта замечательная команда, которая занималась реставрацией картины. И вы можете их увидеть на моей фотографии, моей презентации, а также познакомиться с их работой чуть позже. Следующие лекции презентации – это презентация отдела технологических исследований Русского музея и презентация отдела реставрации золоченой резьбы, которая расскажет о своей работе в Государственном русском музее. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин